Самый жёсткий фокус. Берём колду-карту, даём её зрителю, и он сам её тщательно может перемешать. После чего он делает фаро, потому что это ментальный фокус, и надо, чтобы не было никаких ключевых карт. Всё. Ну и парас по-обычному набросай. Окей. В этот момент я ухожу из этой комнаты вообще. Окей, я ушёл. Меня здесь уже больше нету. Остался зритель с колдой-картой. И я прошу ещё парас накидать карты. И всё. Далее, с другой комнаты я его крючу. Возьми и подсними сколько хочешь карт. Реально свободный выбор без кого фокуса. Допустим, вот столько. Теперь возьми и всё, что осталось, положи в левый карман. Он берёт и кладётся на левый карман. Ну а здесь посчитай количество, сколько ты подснял. Про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Могло быть пять, могло быть двадцать, могло быть тридцать. Реально любое число. У него здесь девять. Как? Окей. После этого я возьму стопочку, положив в правый карман. Он берёт и всё дело в правый карман. Говорю, достань. Первую стопочку он достаёт. И говорю, я читаю здесь сверху то количество карт, которые ты подснял. Опять же, всё это дело про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И запомни эту карту. Есть. Смотрите, запоминает. Мы не знаем ни число, ни карту, ничего. И всё дело бросить. Он бросает. Говорю, достань теперь вторую стопочку, он достаёт. И так же самое, брось её сверху. И он бросает. Всё. То есть сейчас, если вы фокуснее, если вы понимаете, вы понимаете, да, что сейчас карту зрителя нереально найти. Мы не знаем ничего, нам не к чему прикопаться, чтобы понять, какая карта зрителя, и как её хотя бы хоть как-то найти. Но он говорит, типа, Ярик, заходи, я захожу, и я пытаюсь сейчас найти карту зрителя. Первым делом, что я делаю, это беру колоду и сразу же отсеиваю ненужные карты. Я говорю, что сейчас я пытаюсь поделить колоду на, ну, думаю, одну треть колоды, где-то так. И с этой одной треть колоды я сразу найду твою карту. Потому что, ну, мне вся колода не нужна, я прям уверен на сто процентов, что твоя карта... Сейчас, давай, допустим. Я думаю, так, твоя карта находится здесь, по-любому, да. Хоть здесь меньше карт, ну, может, на карте восемь, да, но здесь по-любому есть твоя. Фух, это сложно, но давай ещё раз. Сейчас просто попытаемся опять вот так вот поделить всё это дело. А ну, просто сконцентрируйся на своей карте. Ну, нет, тут, наверное, мне не надо, и вот это мне не надо, и вот это мне не надо, всё. Просто подумай о своей карте. Подумай? Окей, смотри. Думаю здесь. Всё. Я даже больше не буду делить, смотри, у меня здесь есть какая-то группа. Да. Ну, карта, допустим, здесь. Я сразу попытаюсь найти твою карту. Смотри, даже не буду спереднолиться. То есть, как бы... А смыслами спереднолиться я не знаю даже карты, да, поэтому смотри. Так, это... Это не твои карты. Давай, эти тоже, эти тоже не твои. Нет. 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 Так, три карты, да. Давай, подкидываем. И... Вот это подкидываем. Осталась одна единственная карта. Называется карта, которую ты запомнил. Король Луби. Именно Король Луби. Блин, это очень, это очень сильный фокус, понимаете? Нас не было вообще в комнате. Зритель сам подснял, да? Зритель, ну, как бы, сам всё прочитал. Мы не знали ни карты, ни число, мы ничего не знали. Это настолько чистая, настолько крутая рутина, что её можно показывать, блин, реально находясь в другой комнате. То есть, понимаете, вы сидите в кухне, кушаете. Кто-то говорит, покажи фокус. Здесь такие, окей, бери там колоду, да, типа, и всё. Вы там на кухне кушаете, этот сидит в комнате, и, блин, вы показываете ему фокус. Это реально шедевральная рутина, поэтому прямо сейчас поставь лайк и напиши комментарий, потому что, ну, блин, реально круто. И, кстати, если ты ещё не подписан, возьми и подпишись на мой канал, потому что ты знаешь, что у меня на канале очень много всего крутого, потому что я не просто беру какие-то техники, какие-то фокусы. Я всегда пытаюсь доработать, чтобы это было максимально круто. И я никогда не выставляю оригинал, короче. Я всегда делаю что-то уникальное. Поэтому за это лайк, комментарий, подписка. А вот и обучение. Ребят, берём колоду, зритель её перемешивает. Я обязательно должен сделать несколько раз форок, чтобы у вас здесь не было действительно никаких ключевых карт, потому что фокус один из 90 фокусов самых чистых. Ну, реально, я знаю, допустим, около 90 нереальных крутых чистых фокусов в руке. И это прямо одна из них есть. Всё. В этот момент вы стоите вообще далеко-далеко. Вы не знаете ни нижнюю карту, ни верхнюю. Реально никаких ключевых карт нет. Далее вы ходите вообще в другую комнату и говорите, смотри, возьми колоду и подсними сколько ты хочешь до половины. Почему до половины? Потому что ты подснимешь 30 карт. Ты здесь не отчитаешь 30, но это логично. Допустим, ну реально, есть свобода выбора, но до 25. Он берёт, допустим, подснимает вот столько. Окей. Вы говорите, возьми эту стопочку, положи, то есть левую стопочку, положи в левый карман. Он берёт и клади. В левый карман. А правую стопочку возьми и посчитай. Он берёт и считает, опять же, всё это дело про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, один, двенадцать, тринадцать. Вы не знаете, сколько здесь карт. Он считал всё дело про себя. Здесь 13 карт. Могло быть реально от одного до степи. Реально, свободу, он тоже понимает. И вы говорите, я в стопочку положу в правый карман. Он берёт, кладёт в правый карман. И вы говорите, теперь возьми и достань левую стопочку. Он достаёт левую стопочку. И отсчитай сверху тот листокат, который ты подснял. Комангёрт и считает, опять же, всё дело про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. И запомни эту карту. Он берёт и запоминает её. Это у нас девять, девять, так, девять пиков. И говорю, брось сверху. Он бросает. И теперь достань правую стопочку и брось так же самое сверху. Он берёт и всё дело бросает. Всё. То есть сейчас, на самом деле, найти карту нереально. У нас никаких подрезов, ничего, всё реально чисто. Далее мы заходим в комнату, берём у него колоду. И говорят, что найти карту зрителя действительно нереально. Далее у нас завёл зритель. Мы заходим. И сейчас мы говорим зрителю то, что я сейчас возьму колоду. И отсею сразу некоторые карты, которые мне только нужны. Этой сверху будет плюс-минус одна треть колоды. Но, на самом деле, я просто беру и вот так вот делю колоду на две равные стопочки. Эту карту я делу вверх, эту вниз. Эту вверх, эту вниз. И вот так вот всю-всю колоду. Но, разумеется, что зрителю я говорю, что я пытаюсь отсеять те карты, которые мне не нужны. И пытаюсь выбрать ту одну треть колоды, которая мне нужна. То есть зритель не должен заподозрить то, что мы берём просто и делим пополам. То есть вот взяли. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Есть. И что мы идём дальше? Дальше вот эту верхнюю стопочку мы вот так вот забираем. Сейчас карта зрителя у нас в этой стопочке, влевую. То есть вы стоите, и у вас в левой стопочке сейчас есть карта зрителя. То есть эту стопочку вы выкидываете. Есть. Далее вы делаете то же самое. Просто берёте и делите на две стопочки. Эту вверх, эту вниз, вверх, 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 вниз. Есть. И опять девять То есть у вас опять сейчас получились Две равные стопочки Да? Да В принципе все понятно Пока что И в ту раз у вас уже карта теперь лежит В этой стопочке Это вы выкидываете И опять же вы всегда играете рот Как будто вы именно отсеиваете А не просто девять И сейчас у вас такая вот ситуация У вас здесь есть карта В демонстрации которую делал я Я чуть-чуть по другому Я доработал этот метод еще лучше Чем я его доработал до этого Но новую версию я выстрою чуть попозже Сейчас я вас обучу более позже версии Да То есть мы опять берем и делим на раз-два Раз-два, 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 раз-два Раз-два, раз-два Далее так опять забираем Эту стопочку мы выкидываем Здесь у нас осталось лежать какое-то количество карт И мы такие типа так Давай допустим твоя карта будет вот эта И просто достаете четвертую карту Это будет карта зрителя В демонстрации у меня было больше количества карт Потому что я опять скажу Я доработал еще То есть по сути я сделал два ноль Это сейчас я собучил два ноль А я потом сделал три ноль версию Вот То есть в той версии которую придумал я сейчас У вас карта получается лежит раз-два Три четвертая То есть после всех махинаций которые вы сделали А в той версии которую я вам показал в демонстрации Да Там она чуть-чуть посложнее И поприкольнее Как вы это поняли Ну а то версию я вам расскажу через два дня Все таки хочется чтобы вы были немножко в понимании того Что вы не поняли как это произошло Но совсем скоро я вас обучу и этой версии Которая три ноль По сути это просто автоматический фокус В котором вы делите карты вверх-вниз 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 И всегда находите карту зрителя Это очень чисто Очень круто